Я записываю это видео для того, чтобы просто подарить тебе любовь. Привет, дружище! Как у тебя настроение? Все ли хорошо? Все ли супер? И сегодня мы разберем, как создать YouTube-канал в 2021 году, а возможно и раньше, как раскрутить его, как, допустим, радоваться тому, что создаешь видосики ежедневно, как любить то, что тебе нравится, вот так вот и дарить радость своим зрителям, а также те комментаторы, которые писали сообщения в предыдущем видео, спасибо им большое, отсылается, вот такая сердечка вам. Ты, кстати, тоже можешь написать в комментариях, с какого устройства ты меня смотришь, то есть это телефон, это, допустим, компуктер, это, допустим, лаптоп, это какой-нибудь ноутбук, либо ты с микроволновки смотришь. Пиши, с какого устройства смотришь. В предыдущем видео мы спрашивали, с какого, так скажем, девайса, именно там телефон, какая модель телефона, а сегодня именно побольше такой масштабный вопрос. Да, и также поставь, пожалуйста, лайкосик, подпишись на данный канал, мне будет очень и очень приятно, ну или хочешь вот ходить грустно, и тогда не подписывайся. У нас здесь позитив, у нас здесь хорошее настроение, ну, возможно, ты где-то в другом месте найдешь позитив, поэтому в любом случае присоединяйся, будет такое любвеобильное общение у нас с тобой. Итак, по поводу того, как создавать YouTube-канал, просто берешь, создаешь канал, вот реально. Заходишь на YouTube, сайт YouTube, либо с телефона, либо с компьютера, создаешь аккаунт, там, вводишь почту, вводишь свой пароль, все нормально, засекречиваешь, создаешь YouTube-канал, все, у тебя, в принципе, все готово. Некоторые думают, то, что в первый же день я должен туда, допустим, шапку канала придумать, я должен название придумать, то, чтобы оно было прям суперклассное, максимально отражало, и они над этим парятся по 2-3 часа, а то и по 2-3 дня, а то и по 2-3 недели, а то и по 2-3 месяца. То, чтобы шапку придумать, аватар придумать, нужно распланировать всю стратегию своего канала, то, что вот должно быть вот так вот все, все должно быть красиво, а то мало ли что-то обо мне скажут не так. Вообще, я так скажу, перфекционизм — это некоторое зеркало твоих... это некоторое отражение твоих неуверенностей, это некоторое отражение твоих недостатков, то есть стремление к перфекционизму — это, так скажем, постоянно ты хочешь как-то сгладить свои недостаточки, а это никому не интересно. На самом деле, если ты показываешь, что какой-то есть, вот я это видео записываю без какого-либо монтажа, без какого... ну, точнее, с монтажем, но без каких-либо там 20 дублей, а просто с одного кадра вот так вот записываю с тобой, и норм. То есть людям интересно, правда, именно поэтому людям интересно смотреть за ТВ-шоу, за реалити-шоу, ну, в плане ТВ-шоу, там, беременна в 16, а именно реалити-шоу, то, что там люди как-то живут, у них все прям видно это, то, что они плачут иногда, иногда они смеются, и это вот здорово. То есть показывай свои недостатки. Если ты не знаешь, о чем говорить вообще на YouTube-канале, рассказывай то, что у тебя есть. То есть смотри, вот ты создал канал, у тебя есть. Шапка, аватар — ерунда. Канал даже можешь никак не называть. Можешь назвать «Васян, агибатор 223 норм». Будет нормально с самого начала. Заливаешь самое первое видео, берешь обычный телефон, смотри, LG, старый, совершенно старый, то есть вот так берешь, снимаешь, тут сколько мегапикселей? Та-та-та-та-та, мне кажется, 3.2. В общем, снимаешь себя на камеру 3.2 мегапикселя, селфи-стайл такой, да, здравствуйте, ребят, привет, как настроение? Вот у меня, меня сегодня бросила девушка, и я себя чувствую как-то не очень хорошо. Хочется об этом сегодня с вами поговорить. Возможно, у тебя не будет такая прям суперскладная речь, возможно, ты будешь ой, как-то мекать на камеру. Это нормально. В первые разы это нормально. И приготовься к тому, что первые твои 100 видеороликов будут не очень хорошими. То есть вообще такие, что ой, ё-моё, кого я смотрю, это кринж просто. То есть приготовься к тому, что первые 100 видосов будет прям не ок. И постепенно вот так вот создавай, создавай, создавай видео, что делись тем, что у тебя внутри. И что тебе поможет то, что ты будешь делиться тем, что у тебя внутри? Ты-то, вот представь, ты такой, не знаешь, что тебе делать в жизни. Совершенно. То есть ты не знаешь, куда мне пойти, я не знаю, вот это направление выбрать, или вот это вот выбрать направление. Ты не знаешь между музыкой, между танцами, либо же рисованием, либо же ты вообще не знаешь, что ты хочешь. Вон там люди уже определились, а я не знаю. Ничего страшного. Делись тем, что у тебя имеется. Ты хочешь, вот допустим, ну стать певцом, да? И ты такой в голове прокручиваешь эту мысль, блин, певцом было бы круто. Снимай то, как ты хочешь стать певцом. То есть не надо там сразу, нужно треки закидывать туда, очень крутые, нужно показывать прям супер классно, как я играю на гитаре, на фортепиано, владею супер голосом. Ничего страшного. Закидывай то, как есть, то есть то, как ты учишься. Даже если тебе будет удобно записать просто 15 минут, как ты практикуешься в фортепиано, это будет намного лучше, чем вообще ничего не загружать. То есть ты возьмешь фортепиано, то есть пианинку, там, либо же синтезатор, поиграешь 15 минут, это будет намного лучше, чем не загружать вообще никакого видео. Прикинь просто, в голову так. То, что, блин, а реально, просто одно видео, где я просто буду практиковаться, это будет намного лучше, чем вообще ничего не загружать. Верно? Это хотя бы что-то ты создашь. Это хотя бы какой-то прям... Это один всегда больше, чем ноль, друзья. Вот, запомните. И ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-один это всегда больше, чем ноль. То есть, маленький прогресс это лучше, чем вообще ничего не делать. Верно? Поэтому создавай спокойно канал на любую абсолютно тематику. И как дальше, так скажем, продвигаться это чисто ты берешь и смотришь, что заходит аудитория. Ты загрузил 100 видеороликов? Какие-то из них возможно, ты зайдешь в статистику, в аналитику и посмотришь, о, вот это вот сработало, вот это вот люди искали, вот это вот люди не искали, вот это вот видео набрало у меня 4 просмотра, а другие видео набрали по нулю просмотрам. И ты такой смотришь, почему они посмотрели 4 просмотра, и еще даже 2 лайка набрало. Ты такой анализируешь Ага, в этом видео я был добрый к своим подписчикам, я там что-то полезное для них нес. Ага, это работает. Значит, в следующих видео я буду тоже нести им добро и показывать то, что вот это вот так вот так скажем, будет круто ну, для их жизни. Ага, вот это вот работает, все, ты потом выложил еще 100 видеороликов, где ты применил вот эту вот схему, где набрало 4 просмотра, и у тебя уже вот эти вот 100 видосов набрали почти все по 4 просмотра, и парочку из них набрало там по 100 просмотров. И такой смотришь, о, вот это вот им зашло отлично, супер. Значит, нужно применить то, что набрало 100 просмотров значит, они это любят, и это им нравится, и мне это нравится, самое главное. Если тебе, знаешь, есть инстаграм-модели, которые фоткают себя вот такими вот ракурсами и всякими такими позами, которые, ну, как бы только на порнхабах выкладывать, да? И ты понимаешь, что такой лайфстайл с моей жизнью как-то не соотносится. Ты понимаешь, ладно, я так делать не буду, я буду делать по-своему, я буду развиваться по-своему, вот это вот мне нравится, то, что набрало 100 просмотров, а вот этот другой видеоролик, который я делал 100 просмотров, мне не нравится. Я особо не люблю этим заниматься, то, что набрало 100 просмотров, а вот этот вот за 100 просмотров мне нравится. То есть анализируй тоже в своей голове просто. Вот это вот мне нравится делать, и плюс это приносит просмотры. Почему бы не делать это еще? Еще, еще, еще. То есть тут уже манера твоего самоопределения. Правильно некоторые комментаторы пишут, Энви вроде писал это, то, что так и вырабатывается некоторая харизма. Харизма это твоя некоторая уникальность, твоя фишечка, и она будет только уникальной. Не когда ты подражаешь каким-то там крутым чувакам, которые сейчас есть на сцене, не когда ты там смотришь там, что у них с работало, что не сработало. Да, анализировать это хорошо их, но нужно делать по-своему. То есть вот так вот по-своему делаешь вот так вот, и все нормально получается. Да, я могу тебе сказать, что этот процесс будет небыстрый. То есть ты возможно, возможно это будет небыстрый процесс, возможно это займет один год, два года, три года. То есть у меня некоторые видосы заходят, некоторые не заходят. Это нормально. Тут больше зависит от названий, от описаний, от тегов, которые ты выставляешь. На них Обрати, пожалуйста, внимание. То есть, по гугле, как написать хорошее название для видео, как написать хорошее описание для видео, как написать теги для видео. Но первичная вещь должна быть, друзья, это постоянно выкладывать контент. То есть, постоянно выкладывая контент, ты только тогда сможешь как-то либо развиваться. Потому что это как... Представь, что какая-то компания, вот Генри Форд, решил создать машину. Но он вместо того, чтобы создавать машину, он начал думать, блин, а какое название к ней придумать? какое описание к ней составить, какие мне, так скажем, рекламы для них придумать. А машину он так и не выпустил. И по итогу он придумал все время, какие вот идеи, идеи для видео, супер-классные, супер-трендовые, чтобы они набрали миллиард просмотров, а машину он так и не выпустил. Подумай об этом, пожалуйста, дружище, реально, и начни вот просто создавать что-то. Вот Артем, Артем это школьник и хороший мой зритель на канале, он создает видео, реально, респект ему, Артем Влог А4, у него так канал называется, ну да, прикольно, и он создает просто видосики, как он там подошел к холодильнику, открыл, побеседовал, вот этот обзор, ну то есть это такое, как бы, не такое то, что ребята, ребята, смотри холодильник, да, ты можешь по приколу так делать. У меня, допустим, некоторые видосики я по приколу там делаю. Если ты хочешь заработать 500 рублей, я иногда вот так и делаю, ну потому что для меня это весело. И ты, соответственно, можешь тоже делать то, что тебе весело, и тогда у тебя все будет кайфово. Надеюсь, то, что тебе это видео помогло как-то, как-то напутствие дало на 2021 год, это больше такое не техничное, то, что нужно выкладывать, а чисто вот такое. А если про техничное, что выкладывать? Выкладывай про то, что трендовое сейчас, коронавирус, то, что там недавно в США выборы прошли, можешь про это сделать, допустим, видос, вот сейчас ноябрь, можешь сделать про Амонкас, потому что Амонкас сейчас популярно, Гачо Лайф популярно, Аниме популярно у школьников сейчас. У среди взрослых популярно практически все то, что мы используем. Если ты, допустим, взрослый канал ведешь, то ты можешь использовать про вышивание, про там, как ты шьешь что-либо, там фигурки какие-то делаешь из меха, если ты более взрослая аудитория. Или там про огород про свой, как я выращиваю грядки с морковкой в момент коронавируса. Сейчас коронавирус, самоизоляция, люди дома сидят. Поэтому как-то адаптируй. Посмотри, что людям интересно. То есть посмотри, в чем они нуждаются, в чем их основная нужда. И двигайся в этом направлении. Постоянно старайся дарить добро людям. То есть ты видишь, люди, так скажем, грустят как-то, не понимают, в чем их предназначение. Или там как-то они грустят, парятся по многим проблемам. Попытайся им помочь. То есть не такое то, что я сейчас тебя буду учить жизни как надо, только так. А ты просто такой, блин, чувак, я понимаю, что у тебя такая ситуация. Но давай вот, как-нибудь, давай я тебя вот так-то расшевелю как-нибудь с помощью моего видосика. Ты станешь сразу более радостным. Ты станешь более улыбчивым. Как-то вот так вот сделай, и все будет окей. Спасибо всем большое за просмотр. Еще раз лайкни, пожалуйста, и подпишись на канал, если тебе действительно понравилось. Просто я не хочу, чтобы это было такое, потому что подписывайся только вот так вот. Подпишись на канал, поставь лайк на наш водосточный канал. Нет, такого не надо. Подпишись только, если тебе реально приятно такая вот эта атмосфера добра, позитива, любви. Потому что у меня есть некоторый такой огонь в душе, то, что я хочу вот вам подарить вот так вот сердечко. Ставь, кстати, сердечко вот тут вот. Вот так вот. Все у тебя получится, дружище. То есть прислоняй. Прислоняй вот так вот к монитору телефона или компьютера. Во. Супер. Отлично. Спасибо большое большинству количеству... Большинству людей, которые писали комментарии. Спасибо большое. Ща-ща-ща. Я даже скажу кому. Вот. Я хочу вас всех назвать. Вы... Я назову последних комментаторов, хорошо? И тех, кого я помню по памяти. Айси, спасибо. Анна Яковенко, спасибо. Спасибо, Ань, большое. Также спасибо большое. Артём Влог А4. Влад Айч 2О, спасибо. Таня Лапина, Стар Лаиф. Мистер Алоп, спасибо. Дэдпул, спасибо. Гопник Гопник, спасибо. Бобёр, спасибо. Кто там ещё? Так, давайте я полистаю просто последний комментарий. Зачитаю. Исак Мьюзик, спасибо. Ворланд, спасибо. Пиксай, спасибо. Нас Ханум, спасибо. От души. Даниил Пиперт. Я не знаю, сорян. Я, возможно, неправильно прочёл. Давайте я с последнего видео сейчас открою. Комментарий шустренько так. Катя Милк, спасибо. Вот прям от души. Айсман, спасибо. Также Немисис, спасибо. Фактор, спасибо. Террария Топ, спасибо. Лаки Игры, спасибо. Банан, спасибо. Джампер Рэша, спасибо. Колбик, спасибо. Да, Вася, привет, Вась. Да, также Мари, спасибо. Винтекс, спасибо. Так, давайте дальше пролистаю. Вот, Black Reaper, спасибо. Нурбак, спасибо. Давно пишет. Фейзи, здорово. Привет. Собакина Ильиска и Казбек, привет, Сашуля. Аве Ане, спасибо. Love U, спасибо. Синбад, спасибо. Реально крутые комментарии, часто пишешь, рекомендуешь там всякие штучки. Всем спасибо, 19-2000 спасибо, Лай Си спасибо, Кирилл Курбан спасибо, не думай спасибо. В общем, всем благодарю, хорошая такая вот благодарность вам высылается, любовь тебе, вот такая доброта, вот я реально, мне ты нравишься. Вот я через камеру хочу тебе подарить вот какое-то маленькое добро, потому что я понимаю, что некоторые такие грустят, блин, депрессивно. Что-то, не знаю, что хочется, родители кричат, возможно, возможно, что-то не получается в жизни, возможно, что-то не выходит, как-то грустно на личном фронте. Ну, в общем, желаю тебе всего самого лучшего, вот сердечек тебе. С тобой был Егор Вучик, Солнце Лучик, всего тебя наилучшего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok